В китайском городе Цзинь завершился финал 17-го конкурса на знания китайского языка среди школьников «Китайский мост». Ежегодно на конкурс приезжают сотни лучших учеников из разных стран мира, чтобы противомастолировать уровень владения китайским языком и показать свои знания в области культуры, истории, искусства, географии, музыки и литературы Китая. Объюнных об обязителях и призерах международного лингвистического соревнования в следующем сюжете. За несколько минут до выхода на сцену американская школьница Ширас Ротшильд, или как ее называют в Китае, Лу Сяуле, последний раз повторяет материал. Она одна из главных претендентов на победу 17-го лингвистического конкурса «Китайский мост», финал которого в этом году прошел в Цзиньзине. Ширас увлекается китайским языком и культурой уже более 10 лет, и приехать сюда было ее мечтой. Я немного волнуюсь перед началом конкурса, но при этом очень рада быть здесь и принимать в нем участие. Я знаю, что необходимо продолжать работать на собой. Тем не менее, я постараюсь сделать все, что в моих силах, и показать отличное выступление. Языковой конкурс «Китайский мост» с 2002 года проводят сеть международных культурно-образовательных центров Институт Конфуция при поддержке Министерства образования КНР. В финал этого года вошли более 110 учащихся средних школ из 96 стран. После трех туров напряженной борьбы победителем стал участник из Лаоса. Ширас заняла второе место. Я очень довольна своим выступлением. Я усердно работала, чтобы достичь этого результата. Китайский язык определенно будет занимать важное место в моей дальнейшей жизни. И я собираюсь продолжить его обучение уже в Голыже. Помимо самих соревнований, организаторы подготовили для участников экскурсионную программу. Школьники посетили главные достопримечательности Пекина, прогулялись по традиционным улочкам китайской столицы и побывали на Великой Китайской стене. А для более полного погружения некоторые этапы конкурса прошли на территории знаковых мест Циандина – на улице Древней культуры и в районе пяти проспектов. Здесь очень интересно. Я бы хотела приехать сюда еще раз. На этой улице много разных магазинчиков. Я, например, впервые увидела традиционную китайскую вышивку. Из Тензиня в Пекин мы доехали по высокоскоростной железной дороге. В Мияме таких нет. Путь занял всего полчаса. Я надеюсь, что в будущем поезда в моей стране будут ходить так же быстро, как в Китае. Конкурс этого года отличается от предыдущих тем, что для его проведения мы превратили город в Тензинь в огромный учебный центр для участников. Здесь они могут познакомиться с китайским обществом, экономикой, системой образования и культурой. Одновременно с финалом среди учеников средней школы в четвертый раз прошли соревнования и для учащихся младших классов. Популярность конкурса растет с каждым годом, а участники демонстрируют все более глубокие познания. Китайский мост уже не просто соревнования на знание языка. Это в первую очередь платформа для культурного обмена, которая сближает молодое поколение разных стран мира. Си Минь, Си Джи Циэн.